Казань Дать название этой геометрической фигуре Вот так вот сходу Даже нам в 21 веке Сложно описать эту конструкцию А ведь нужно вернуться в 60-е годы прошлого века Давайте-ка вспомним Хрущевская оттепель С одной стороны типовая застройка С другой стороны расцвет Советского модернизма Экспериментаторство Долой квадраты, долой прямоугольники Даешь новаторство и разнообразие В искусстве И вот оно, дитя своего времени Казанский цирк Казалось бы, чего проще Взять одну тарелочку И аккуратненько положить на нее другую Но дело в том, что До казанских архитекторов Никто в мире не решался даже Высказать подобное вслух Это было впервые Сферический купол Коническая оболочка Без внутренних опор Вы в своем уме? Да, это очень заманчиво Вся страна сходит с ума по космосу А ведь это Летающая тарелка Может быть рискнем И ведь рискнули В народе называют и летающая тарелка Но на самом деле Это усеченный конус Поставленный на вершину И купол Где-то форма сложная Состоящая из двух частей Конечно Это был прорыв Вообще в нашем понимании Архитектурно-конструктивной целостности Удивительным образом В эти дни Казанский цирк Выглядит почти так же Как он выглядел 50 лет назад В конце 67-го года На завершающей стадии строительства Но путь до этой завершающей стадии Был очень долог и тернист Проектировала и строила его Группа смельчаков Из института Татар Граждан Проект Вот эти люди Которых увы уже нет с нами Директор института Узбек Алпаров Конструкторы и архитекторы Осия Берим Геннадий Пичуев Ефим Брудный Валентина Панова В архивах Татинвест Граждан Проекта и сегодня И даже если пройдет еще 50 лет Можно без труда Отыскать все Что вышло из-под пера Этой могучей кучки Это сотни томов Чертежей и расчетов Только по цирку Мы с вами ничегошеньки Не разберем в этих папках Но оценить этот титанический труд И смелость первопроходца Нам по силам Существующий в Казани цирк Построенный более 40 лет назад С деревянными несущими конструкциями Пришел в ветхое состояние Уже в течение 6 лет Казань не имеет здания зимнего цирка По ходатайству местных органов Министерство культуры СССР Разрешило в порядке исключения Разработать проект цирка в Казани Совершенно верно В порядке исключения Конечно, раньше же ведь типовые проекты были А этот проект сделан индивидуально Конкретному месту Но в этом и заключается смелость Специалистов, инженеров Авторов этого проекта В том, что они чувствовали уверенность Расчетами и решениями Они были убеждены, что Это смелость, решительность Они смотрели на Немеера Его дворец конгрессов В новой столице построили Здание национального конгресса В столице Бразилии Знаменитого архитектора Оскара Немеера Построенное в 60-м году Все же не было Не было Настолько сложным, как наш цирк Конструкция, предложенная в Казани Не встречалась тогда нигде на планете Это впоследствии Что-то подобное Лишь подобное Кто-то станет копировать Два года возводили цирк У нас с вами есть вот эти Уникальные кадры кинохроники Всего несколько секунд Вошла в историю и надпись вот эта Ведь действительно Успели 50-летие октября Аккурат к 7 ноября и построили На этих кадрах Как раз Конец 67-го года Так вот о тарелочках У нас есть множество фотографий Строительства Посмотрите Какое количество арматуры Пошло на возведение Того самого нижнего Усеченного конуса Зрительного зала Ведь ему предстояло Принять на себя Колоссальную нагрузку Верхний купол И тот Конечно не был цельным Чем-то вроде Крышки Для этой сковородки А возводился поэтапно И все это хорошо видно На этих снимках Обратите внимание Вот на эту массивную опору По центру манежа Скоро она станет не нужна И ее уберут За ненадобностью Обратите внимание Так же Что и по всей окружности Стройки Поддерживающие опоры Так же установлены Строители У которых до последнего Тряслись поджилки Предлагали проектировщикам Оставить их навсегда Но у тех Не было и тени сомнения И обнаружилось Что вот эти 25-30 сантиметров Конструкция поднялась Над отпорными площадками И работала уже В штатном режиме После Когда ее распалубили Отпала прямая необходимость В этих опорах Строители были успокоены Чтобы долгими зимними вечерами Не мучиться По поводу устойчивости Конструкции Чтобы спать могли спокойно все От Казани до Москвы В ноябре 67-го Провели, что называется Первое показательное выступление Солдаты-срочники Занявшие все Две с половиной тысячи мест в зале Давали представление своими силами Известный казанский художник Григорий Единов Был одним из этих летчиков-испытателей И такое, конечно, не забывается Представление, конечно, мы не увидели Представление давали мы То есть Внизу стоял, может быть, дирижер Который нам командовал Хлопайте в ладоши Покричите Значит, ну, все радостные Орали Кричали Да Потопайте ногами Оттянулись по полной Две тысячи летчиков-испытателей Ну да Наш комбат Говорит, ну что, мужики, поздравляю Есть, говорит, всякие летчики-испытатели Ну, это фигня Вы испытатели цирка На манеже казанского цирка Да и во всех его помещениях От нижних этажей С новыми, пардон, туалетами и гардеробными До купола манежа С ультра-современным звуковым и световым оборудованием Сегодня шумно, как никогда Уже весной Мы не узнаем Наш старый цирк Давно уже ждете, я знаю Ждем Когда дождетесь Вопрос не ко мне, к строителям Не ко мне Ну, работы на самом деле Очень много сделано Я объездил Побывал, вернее, в четырех цирках Где прошла реконструкция Это Омс, Санкт-Петербург, Тула и Иваново Ну, на мой взгляд У нас будет все серьезнее и солиднее Практически цирк будет невозможно узнать После реконструкции Начиная с кассового вестибюля Гардероб, общественные туалеты Зал, естественно, в первую очередь Наверное, в нем надо сказать Что это будет очень красиво все Однозначно Кстати, интересная деталь Которую мало кто оценил, нам кажется Привет нам От наших изобретательных архитекторов 60-х Лестницы в фойе Оказывается, не просто лестницы Посмотрите Это жирафы Они так и названы В изначальном проекте 65-го года Не замечали? Так называемая лестница жирафа Вот она Это у нее копыток, так бынь же А голова, вон она Там наверху находится У этого жирафа Никто, наверное, не догадывал Я не знаю Кто об этом Кто-то знает об этом, кроме вас Нет, у нас По крайней мере, у нас в коллективе цирка Все знают Что такое лестница жирафа Это все Солдат, срочник в 67-м Первый посетитель цирка Казанский художник Григорий Единов Отслужив в вооруженных силах В 70-х вернется В Казанский цирк Он проведет в этом здании Пять красочных лет В качестве художника-оформителя Он будет здороваться за руку С Игорем Кио Олегом Поповым И Юрием Никулиным Которые, конечно, побывают здесь не единожды И он, так же, как и мы Ждет, не дождется Нового открытия Манежа Помолодеет цирк Помолодеет и он Вместе с ним Меня переполняют чувства Всегда, когда я прихожу в цирк Потому что это каждый раз Встреча с моей молодостью Слова Ленина Которые известные Из всех искусств Для нас важнейшим является кино А ведь на самом деле Было сказано цирк И кино Пятьдесят лет Это, конечно, не возраст Учитывая, что со временем Казанский цирк Только молодеет И ничуть не устаревает Говорят, что проектировщики В свое время Называли цифру в сто лет Это если совсем к нему не притрагиваться И совсем за ним не ухаживать Но совершенно же очевидно Что жизнь отмерила Казанскому цирку Куда больше И, конечно, дело не в самом здании Просто людям Никогда не надоедает Смотреть на себя Со стороны Михаил Любимов И Андрей Мохов И все семь дней Поздравляю Казанский цирк С юбилеем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok